Прямо из старинного города Таллин в Брестский край приехал талантливый и без сомнений харизматичный Сергей Гребенченко. Своим творчеством он в буквальном смысле украсил Брестский арбат. Интерес к его персоне напрашивается сам собой. Фокусы и трюки, которые он делает, не поддаются объяснению простого обывателя. Человек с такими уникальными способностями, большая редкость, а потом съемочная группа Бук-ТВ, поспешил узнать больше об иллюзионисте. Этапами творческого пути Сергей Гребенченко любезно согласился поделиться. Началось это у меня в 19 лет. Я начал жонглировать простой сырой картошкой. Я пришел домой с работы и начал попробовать жонглировать разными предметами. И после этого я почувствовал, что у меня получается жонглировать простой картошкой. После этого я сделал простые мячики нашел и через месяц уже создал горящие булавы-факела. Научился жонглировать горящими факелами и потом перешел на новый жанр. Начал изучать фокусные иллюзионные шоу. Постигал искусство и иллюзии Сергей Гребенченко самостоятельно. Примером для него всегда был знаменитый Копперфильд. Обращаясь к творчеству своего кумира, прибалтийский иллюзионист стремился к созданию индивидуальной программы. Всегда мечтал привнести в искусство что-то свое. Сегодня, имея довольно весомый багаж трюков и фокусов, Сергей Гребенченко открыто говорит. Его цель не удивить публику, а донести до каждого свою мысль. Я трюки использую для того, чтобы открывать людям предназначения в жизни, показывать детям, как они могут найти себя вместо того, чтобы играть в компьютерные игры, вместо того, чтобы сидеть бездельничать. А основная цель, чтобы именно показывать, как можно видеть жизнь шире, чем работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Но сердце так просто не откроется. Оно откроется через примерно простой маленький такой реквизит, например, когда исчезает предмет, то есть человек задумывается как, куда. И потом, когда оно появляется где-то, даже из пустых ладоней, то есть человек понимает, что мир намного шире и многогранен. Жонглирование горящими факелами, управление летающим столом, маневры с исчезновением предметов, карточные фокусы. И это далеко не все, чем удивлял наш герой Брестских жителей. Проходящие мимо горожане то и дело останавливались, чтобы понаблюдать за фокусами иллюзиониста. У нас манит загадка, как запретный плод сладок. И поэтому жанр иллюзия – это самый сильный жанр вообще в истории всех других. Например, если вы в цирке смотрите танцоров, то это просто красиво, ну и что. Мы смотрим жонглеров – это тоже красиво. Вот песни тоже красиво, а когда непонятно что-то исчезает, распиливается человек или появляются птицы, это очень манит. Я даже удивляюсь до сих пор, когда другие работают, я не знаю их фокусов, секрет. И они меня до сих пор тоже удивляют. То, с каким интересом рассказывает Сергей Гребенченко о своем хобби и одновременно любимой профессии, говорит о многом. Иллюзионист не стоит на месте, учится мастерству у зарубежных коллег, перенимает опыт у мэтров искусства. Как сказал известный французский писатель Клод Адриан Гельвеции, чтобы удивиться, нужно мгновение. А чтобы сделать удивительную вещь, нужны годы терпения и упорного труда. Сергей Гребенченко знает, что такое труд и терпение. Однако в имя искусства наш герой готов пожертвовать многим.